Конечно, все, что происходящее в Черном море, это есть, я думаю, самое важное событие этой недели для именно Украинского фронта или войны против российского агрессора. Потому что Черное море превращается реально в такую, ну, как бы сказать, вот если там, скажем, мы посмотрим войны, не знаю, 14 века, 13 века, 15 века, когда шли войны, реальные войны за доминирование в Средиземном море, то вот сейчас мы чувствуем, что уже вот НАТО и Россия, вот они уже на рубеже, то есть они уже на грани, на грани чего-то, что может произойти. Мы никогда не должны забывать, что три страны НАТО, они граничат с Черным морем, это Турция, Румыния, Болгария. Мы понимаем, что Крым оккупирован, и Крым оккупирован не случайно, мы сейчас это понимаем, еще более, как бы, ярко мы это понимаем. Совсем недалеко у нас Кавказ, то есть Армения, Азербайджан, Грузия, совсем недалеко у нас Молдова, поэтому, как бы, да, это театр военных действий, который может, который может стать еще одним очагом даже не напряженности, а столкновения между НАТО и Россией. Мы уже не говорим о Польше и Белоруссии, то есть это как бы второй очаг, это вот, это как бы второй очаг. Я думаю, это вот событие, оно важное, и плюс оно важное еще тем, что украинские морские дроны оказались, или безэкипажные корабли, как, да, они оказались феноменально эффективными, и, скажем, в одной из статей американской прессы было сказано, что это, в общем-то, как бы это сказать, изобретение на уровне Silicon Valley, да, то есть, да, 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 что это реально, это такой, это очень-очень мощный шаг вперед вот именно, именно в искусстве произведения морских дронов. Поэтому это реально, это и достижение Украины, и с точки зрения военной, конечно, то есть, доминирование России в Черном море, оно, то есть, его больше нет, да, и вот не имея флота, что самое удивительное, да, не имея флота, что это удивительно с двух сторон, почему Украины нет флота, это раз, но и потому, и Украины нет флота, но она, да, стала игроком вот в этой морской битве в Черном море, ну, это, это, это говорит о многом, поэтому я думаю, что это такое, это, 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 это и достижение украинских военно-морских сил и вообще ВСУ, я думаю, что это, это, это большое совместное, все же, сотрудничество, да, ну, и особенно ребятам спасибо, которые это, это придумали все, и все это сделали, главное, это сделали, и это говорит еще о том, что у Украины огромный интеллектуальный потенциал, который просто надо уметь использовать, и этому, этим людям надо дать свободу действия и возможности действия, да, и если, то есть, вкладывать, вкладывать, вот, 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 делать капиталовложения, да, не воровать, а вкладывать, то надо вкладывать в этих людей, вот, в таких людей, которые реально, да, они реально дают Украине превосходство, да, технологическое превосходство, что есть, что в современной войне, как мы видим, да, мы же, мы же первый раз видим войну такую, вот, такого масштаба в Европе, ну, это, это, это говорит о реально, ну, вот, я, я просто, я рад, да, что есть такие ребята, вот, с такими мозгами, да, реально, очень-очень рад. То есть, Алик, по сути, то, о чем вы говорите сейчас, это то, что страна, преобладающая техническими возможностями, изобретениями, то есть вооружением современным, она, даже не имея преимущества в человеческом ресурсе, может выиграть? Ну, несомненно, несомненно, да, я думаю, что если еще Наполеон говорил, что, в принципе, мотивация, мотивация солдат, военнослужащих, она, там, в три раза важнее, чем оснащение армии, то сегодня можно сказать, что, ну, что такое вот современное, современное, это значит, что все координируется, да, что, что вот, да, есть, есть разведка, есть корректировка, корректировка полета, этого, да, хода этого без моторного корабля, да, и нахождение цели, то есть это, да, это большая, комплексная, вот, комплексная, современная работа, и она сегодня, ну, вот, если при Наполеоне мотивация была главной, нет, мотивация сегодня остается главной, это нет, тут нет вопросов, мотивация всегда была и будет, да, но сегодня еще добавился еще один вот этот фактор, да, фактор, потому что современная вот такая технология, она позволяет использовать самый важный фактор в войне, это неожиданность, да, вот, понимаете, вот, когда противник, когда противник ошидает ваших действий, когда он может их предсказать, да, вам очень сложно быть успешным, то есть вам можно быть успешным, да, но это огромная жертва, это, это влечет за собой огромная жертва, но когда вы что-то делаете неожиданно, то вы реально наносите большой ущерб противнику и сохраняете собственные жизни и ресурсы, вот, вот в этом, конечно, технологически Украина сегодня на несколько шагов впереди, а то, что Украина еще и сама в состоянии это делать, потому что у Украины есть мозги, да, то это, 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 я говорю, это, 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 это внушает надежду. Это реально. Ну, вы видите, и американцы, и европейцы всячески подчеркивают, что вот мы даем вам оружие, но только нашим оружием вы не бейте по территории России. Сегодня вышла статья, не помню где, про то, что вот Германия сейчас должна передавать дальнобойные ракеты, и, мол, они будут передаваться даже вот с такими вмонтированными системами, системами типа контроля, чтобы не бить на территорию России. Я не знаю, кстати, насколько это технологически возможно, тем не менее. Савик, вот, но Украина показала, что она имеет действительно мозги, и она имеет ресурсы, тут главное, главное коррупцию побороть, да, потому что ведь в этом сейчас основная проблема. То есть если бы не коррупция, ну, слушайте, сколько даже, начиная с 14-го года, с начала войны, сколько бы всего мы могли произвести. И даже, хорошо, закрыли глаза, даже с начала широкомасштабной войны уже полтора года, сколько всего, потому что мы же понимаем, что такое производство дрона, но это быстро, это не там собрать, это не атакамсы выпилить, это не в 16-х произвести. Дроны – это быстро, но для этого нужно не просто. Нет, дроны – это быстро, но вот такие морские дроны, вот такие, да, это все же, я думаю, немножко более затратно и по времени, и по ресурсам, я думаю. Я реально, я знаю людей, которые в этой области работают, они же мне рассказывают всякие вещи, да, некоторые я понимаю, некоторые я не понимаю, да, но одно я понимаю, что здесь немножко сложнее, чем, скажем, вот тот дрон, который полетел на Кремль, ну, к примеру, да, который вот на крыше Кремля приземлился. Вот, здесь немножко сложнее. И про Кремль, и про дрон. Вы видели, как сегодня хорошо бомбят Москву? Взрывы, ПВО там что-то работает, Внуково аэропорт закрыт, наблет и вылет. Но вопрос, когда уже это все массово будет, потому что мы как-то так, настроение-то нам это поднимает, но хочется больше. Ну, я не думаю, что это будет массово, потому что там Россия очень большая. Вы знаете, с одной стороны это хорошо, с другой стороны, то есть нет, это очень хорошо, что они понимают, что идет война. И что они есть, вот чего они не понимают до сих пор, вот до сих пор, это то, что они агрессоры, да, и то, что они эту войну начали, и то, что все бесчинства, которые происходят, да, и все бомбежки гражданских объектов, да, и всю инфраструктуру украинскую, которая разрушается, это делают они сознательно, да, просто, да, и они несут за это ответственность, да, в том числе. То есть это не вина, а ответственность. А вот этого они еще не понимают, да, они уже понимают, что эта война, и что эта война к ним придет, обязательно придет, и она уже пришла, да, но то, что они несут ответственность за то, что происходит на их территории, вот этого они еще не понимают. Они этого еще не понимают, и ну, когда до них дойдет, если дойдет, потому что у них такая это прочная, прочная система всей этой пропаганды, да, но рано или поздно это все равно должно дойти, как-то, я не знаю как. Понимаете, потому что есть другая сторона медали, это же тоже, как бы, если ты не понимаешь причину, почему по тебе стреляют, да, то у тебя может просто повыситься уровень агрессии по отношению к тем, кто в тебя стреляет, да, ты же не понимаешь, почему вдруг, да, там где-нибудь взрывается вот-вот-вот-вот дрон. Ты говоришь, а почему, а за что, а что я такого сделал, да, это же, я же ничего не сделал, а кто им объяснит, понимаете, вот им надо постоянно объяснять и показывать, что они сделали, да, и что то, что сейчас происходит на территории России, это капелька, это просто капелька в сравнении с тем, что они делают в Украине. А, даже не капельку капельку. Да, это, знаете, вот тут, 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 вот, тут немножко возникает проблема. Сейчас они, конечно, начнут волну пропаганды по НАТО и по агрессии НАТО в Черном море и на белорусской границе. Все это, все это, все это будет нагнетаться, нагнетаться, потому что в итоге, мне кажется, что у Путина есть желание большой войны, да, ну, слушайте, вот если мы говорим по-серьезному, то, смотрите, если мы возьмем Вторую мировую войну, вот когда мы говорим Вторая мировая война, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, в основном, ну, я бы не... Ну, в основном 41-й год, да. Да, в основном, мы говорим год, гитлеровская Германия оккупировала Европу, оккупировала Скандинавию, оккупировала Францию достаточно быстро, там, потом Польшу, да, единственная страна, которая сопротивлялась, это Англия, да и то Англия, и то остров, да, да, и мы совершенно забываем, что война шла в Египте, что война шла в Ливии, что погибало огромное количество людей, что английская армия воевала, что итальянцы с немцами, ну, с гитлеровской Германией и фашистской Италией, они были там, и они тоже воевали, и там кровь лилась. Понимаете, вот это, вот это, вот мы говорим, вот почему это мировая война, это вот мировая война. С моей точки зрения, она сейчас уже идет, и не только из-за Украины, и не только в Украине. Она идет, она реально идет. Вот мы посмотрим, что происходит в Африке сейчас, да, мы видим израильско-палестинский конфликт, мы видим, чем занимается Иран, мы все это видим, и все это вот говорит о том, что мировой конфликт, он уже идет, еще не дай бог там, нет, я думаю, что Китай не такой глупый, чтобы реально что-то начать сейчас делать в Тайване, но если это, то это уже точно мировая война. Байден, а Китаю так нехорошо прошелся, по критикам, сказал, что Китай – это бомба замедленного действия из-за экономических проблем. Кто? Кто это сказал? Байден назвал Китай бомбом замедленного действия. Да, ну, да, возможно, Китай – бомба замедленного действия. Да, при такой политической системе и при таких масштабах страны, то есть, ну, это тоталитарная страна, огромная страна, где желание, то есть желание, желание, это не желание, а политика, или капризы одного человека могут превратиться в катастрофу. Но я читаю всякие экономические анализы, да, вот эта попытка ограничить экономическое сотрудничество с Китаем. Вы понимаете, это как бы, вот это то же самое, что санкции. Проблема, что мы строили после 45-го года, да, мы строили, как бы, открытую рыночную экономику, и все эти связи, они были прозрачными, они были необходимыми, да, даже там пошла специализация, одна страна специализируется в этом, другая в этом. Были вот эти все цепи, да, они же были все едины, да, и они все, и сейчас они прерываются. И пока экономическая политика Джо Байдена, насколько я понимаю, вот тоже опять-таки изучаю какие-то материалы, да, она не очень успешная, потому что там тоже работают третьи страны. Вы представляете, там, скажем, сейчас Америка импортирует больше, там, скажем, из того же Вьетнама, ну, к примеру, кто-то из предпринимателей во Вьетнаме покупает китайское оборудование, да, то есть пакует его во Вьетнаме и экспортирует в Америку. То есть, ну, это такой банальный пример, но я говорю сегодня, сегодня очень сложно, да, вернуться к тому, что было там, ну, 60-70 лет назад. Очень сложно, поэтому все санкции работают с трудом, и, 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 а Китай ограничить Китай, ограничить Китай технологически, ограничить Китай в ее потенциале, там, ну, всяких новшеств, там, ну, как сказать, это, это, это не, это не легко, и это не очень успешно со стороны Байдена, пока, да, то есть, но то, что Китай является угрозой, и то, что Китай, конечно, для Украины сегодня, страна, как бы сказать, ну, не совсем, я бы не сказал, что она враждебная, но она точно не дружественная, точно не дружественная, пока враждебной она еще не стала, она не стала. Субтитры создавал DimaTorzok,